Субтитры сделал DimaTorzok Будучи великовозрастной личинкой, еще даже не получившей паспорт, я творил немало херней, по сути весь мой канал про это. Но одно дело совершать херню по незнанию или случайности, другое дело потому что ты... ИДИОТ! Лет нам было под 13-14, возраст скажем так богатый на... ЭКСПЫРМЕНТЫ! Вот и мы тогда только начали постигать такой видосуга как Фиска. Правда в то время называли это просто ГОУ НА ДАЧУ. Благо она была в пешей доступности. Ну и разумеется отдохнуть нам хотелось по-взрослому, может даже лечь спать без света. АЙ БЛЯТЬ! Но увы, в тот день мы выбрали другой атрибут типа взрослого человека, сигареты. Это же так круто, становиться зависимым от никотина, вдыхая облако ядовитых химикатов в свои легкие. Надеюсь все поняли, что это шутка. КУРЕНИЕ УБИВАЕТ! Мы же хоть и были невероятно взрослыми и крутыми, все равно спалиться перед родителями не хотелось, так как в то время не то что сигареты. Просто сматерясь рядом с ними, можно было забыть про сидячий образ жизни примерно на недельку. Смотря же на современных детей, понимаю, что куда-то мы свернули не туда. Слышь, си***йся отсюда, дядя, дышать воняешь. Господи, вы реально себя крутыми считаете? Конечно, дядя, за меня весь район знает. Ну, я не знаю. Как по мне, все крутые пацаны не на лавках сидят, а уже давно играют в Ханкай Старрэл. Бесплатная кроссплатформенная фэнтези РПГ, которую скачали уже более 100 миллионов раз. Встречайте Фейсяу, персонаж витриного типа, идущий по пути охоты. Генерал Соколиной Мощь обладает невероятной боевой мощью, ею гордится весь Яо Цинь Сянь Джоу. Сильный персонаж, способный останавливать мечи голыми руками. Она раскрывается в отрядах, проводя бонус-атаку при атаке союзников. Также с обновлением 2.5 вас ждет множество новых событий, несколько мини-игр, небольшое обновление в виртуальной вселенной и новая система питомцев, с которой игроки смогут завести собственных домашних любимцев. В версии 2.5 будет баннер выбора, который продлится 3 недели, и можно будет переключаться между баннерами вернувшихся персонажей и баннерами световых конусов для выбора любимых героев. В первой фазе вернутся Зарянка, Черный Лебедь и Кавка, а во второй пропас. За вход в игру вы немедленно получите 1000 звездного нефрита, а заходя в Ханкай Старейл в течение 7 дней забирайте 10 особых звездных пропусков. Всего вас ждет 16 прыжков. Качайте обновление по моей ссылочке из описания и вводите промокод на 50 звездного нефрита. Так что не стесняйтесь, игра не кусается. Так вот, чтобы нас не застукали соседи и не рассказали родителям, курить мы лазили на чердак. Маленький, тесный чердак, в котором даже в полный рост не встать. Доверху забитый соломой. Что может пойти не так? Но не нужно думать, что мы совсем дегенераты. Нет, чуть-чуть нормальные. Так как о минимальной технике безопасности все-таки подумали. Для окурок поставили стеклянную банку с водой на металлическую основу. Выглядит надежно. Понятия не понимаю, где мы могли просчитаться. Но немного погодя, сидя на первом этаже домика, общаясь и мечтая о том, кем станем, когда вырастим, вдруг слышим пронзительный крик от соседки по даче. Где-то за участком. Саша! Так, если что, моего брата зовут. Саша! Мы замолкли и начали переглядываться, надеясь сообразить, кому адресован этот крик. Саша! Блядь, у тебя дача горит! Ты горишь? Вроде нет. Я тоже. Значит, не нам кричат. Пацаны, а на чердаке никого не оставалось? В тот же миг мы телепортируемся на улицу и смотрим на второй этаж. Чердак горит. Ты же понимаешь, что произойдет, если сгорит дача. Да, я понимаю, брат. Нам пиз... Да. Да-да! Недолго думая, мы кинулись тушить домик в надежде спасти хотя бы первый этаж. Благо, шанс у нас был, так как на участке находился огромный бассейн, вырытый еще нашим дедушкой. Спасибо, дедуль. Кто-то забрался на крышу, кто-то подавал воду, но сил горстки подростков было недостаточно на помощь. Пришли они, соседи. Мужики били окна, тушили огонь, женщины подавали воду и лечили раненых. Был хаос. Все торопились, кричали. У меня паника, руки трясутся. Второтак даже надел кому-то ведро на голову. Интересно, родители убьют нас быстро? У меня будто реально перед глазами жизнь пролетела. Думал, никогда ее не потушим, но в конце концов, общими усилиями с пламенем удалось справиться. От чердака, конечно, мало что осталось, но домик остался стоять, благодаря соседям, дай бог вам здоровья. А что дальше? Разумеется, приехали пожарные. Спустя пять минут, как мы все потушили. И я их не виню, приехали они достаточно быстро, просто мы были быстрее. Но самое страшное ждало нас впереди. Ну, пацаны, я слышал, что вашей бабушке уже сообщили. Она идет. Пока, друзья. Спокойтесь. Ой, до завтра. Ну, брат, мы прожили хорошую, хоть и короткую жизнь. Вместе до конца. Из-за угла появляются они. Мама моего брата и бабуля. Молитва не поможет, брат. Я за упокой. В тот вечер наши жопы сияли так ярко, что ими можно было освещать берега с маяка. Досталось, конечно, хорошечного. Слава богу, мы всю дачу не спалили. Боюсь, в таком случае, последствия для наших пятых точек были бы уже необратимы. Что самое интересное, пожар произошел ровно через пять лет, день в день, после того, как на участке уже сгорел один домик от короткого замыкания. Вот и не верь после этого в судьбу. На сегодня это все. Спички детям не игрушки, дамы и господа. Ну, а если проще, думайте башкой перед тем, как лезть в солому с открытым огнем. А жопы целее будут. Субтитры сделал DimaTorzok